К нам на телерадиоканале Страна ФМ присоединился гость, и прежде чем мы представим гостя, я хочу сказать, что тема у нас сегодня будет просто уникальная, синхронный перевод, а без синхронного перевода у нас ни один международный симпозиум, ни одна конференция, ничего не может состояться, и от того, какой синхронный переводчик пришёл переводить, зависит, ну, буквально всё, понимаешь? Итак, друзья, просим любить и жаловать в гостях у нас в этом часе переводчик-синхронист, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой французского языка переводческого факультета Московского государственного лингвистического университета Евгений Максимович Солнцев. Здравствуйте. Евгений Максимович, добрый день, спасибо, что пришли. Здравствуйте, спасибо. Чуть-чуть поближе к микрофону. Поближе к микрофону, пожалуйста, прям максимально, насколько это возможно. Ну что, поехали? Ну что, поехали, давайте начнём вот просто с исторической справки. Понятно, что переводчики были всегда. В какой момент синхронный перевод вот так вот отделился в отдельной отрасли? Первые сообщения о возникновении синхронного перевода датируются, скажем, 20-ми годами 20-го столетия. Известно, что в Лиге наций в Женеве эта технология применялась, правда, это были ещё первые шаги, на конгрессах Коминтерна, но традиционно считается, что систематическое применение синхронного перевода как особого вида перевода с использованием специального оборудования началось уже после Второй мировой войны. И одним из крупнейших, так сказать, мероприятий, где систематически долгое время и на профессиональном уровне применялся синхронный перевод, был Нюрнбергский процесс. Слушайте, ну вообще, на самом деле, это так важно. Одно слово не так немножечко перевести, и всё, буквально меняется смысл. Какими качествами должен обладать, вот приходят к вам студенты, да, как вы понимаете, что человек может освоить эту профессию, или он вообще под неё не заточен никоим образом? Ой, можно я добавлю, кстати, бывает такое, что человек пришёл, он учится, хорошо может, но вы понимаете, что вообще это, ну вообще нет. Таланта нет. Ну ни его это дело не получится, Нюрнбергский. Вы понимаете, подготовка переводчика включает в себя, конечно, способности некоторые, и включает в себя труд. Иногда эти способности раскрываются в процессе труда. Но надо сказать, что видов перевода действительно много, и есть люди, безусловно, склонные к тому или иному виду перевода. Есть более склонные к письменному переводу, к устному, и в частности к синхронному переводу. Хотя есть и универсалы, у которых более или менее одинаково хорошо получается то и другое. Есть и такие, кому кажется, что у них получается одно, на самом деле у них скорее получается другое. В общем, бывает по-разному. Евгений Максимович, а вы себя к кому относите? Мне кажется, что я все-таки устный переводчик, и скорее по складу своего характера и так далее, и работаю в основном как устный переводчик. А вот сколько языков вы знаете, если не секретно? Ну, на профессиональном уровне два, французский и английский. Работаю, правда, в основном с французским. На бытовом уровне знаю немецкий и польский. То есть, в принципе, если вы поедете в эту страну, вас поймут, вы все? Поймут. Но сказать, что я профессионально могу устно переводить с немецкого, польского или на эти языки, вряд ли сказал бы. Слушайте, давайте... Это получается пять языков. Включая русский, может быть. Включая русский, на что? Я бы хотел узнать, в дипломе у меня написано французский и английский, на этом давайте остановимся. Ну ладно, раскромничайте, значит остановимся. Слушайте, давайте все-таки вернемся к синхронному переводу. Вот с точки зрения науки, это же какая-то вот психология там тоже задействована, нейро, что-то там с мышцами мозга, я не знаю, как это правильно выразить. Мышцы мозга существуют? Мышцы мозга, я не знаю, в моей голове существуют, да. Но тем не менее, сам этот процесс, как происходит, что человек одновременно и слышит, и говорит? Он не анализирует эту информацию, он просто говорит? Я бы сказал так. Безусловно, для того, чтобы быть синхронным переводчиком, нужно прежде всего очень хорошо знать оба языка, задействованных в этом процессе. Словарный запас должен быть. Словарный запас, грамматические структуры. Кроме того, переводческие навыки, переводческие трансформации, как мы их называем. По моему глубокому убеждению, недостаточно просто хорошо знать два иностранных языка, чтобы быть переводчиком, нужны некоторые другие навыки. В общем-то, такое видение сегодня разделяется большинством коллег. Безусловно, нужен автоматизм, нужна скорость реакции, нужна большая физическая и психическая выносливость. Ой, да. Я бы, например, запаниковала. Ну, плюс ко всему, это вы правильно сказали, мне кажется, да, ведь синхронный переводчик, он, переводчик-синхронист, он должен быть еще и психологом хорошим, да, чтобы... Он же должен коммуницировать с человеком, собственно, которого он переводит. Ну, как раз синхронный переводчик в наименьшей степени коммуницирует с человеком, которого он переводит, поскольку зачастую находится довольно далеко, как минимум, в изолированной кабине. Хотя есть и виды синхронного перевода, так называемые нашептывания, когда синхронный переводчик, по сути, сидит за или рядом со своим клиентом и нашептывает ему одному или двоим, максимум троим на ухо. Я запутался, честно говоря, потому что вы сказали, что переводчик-синхронист находится там на определенном расстоянии... Да, и находится где-то в кабинке. А как же тот случай, когда ты стоишь рядом с человеком, который говорит, ну, там, на французском, и тут же переводишь? Тогда вернемся к определению синхронного перевода. Синхронный перевод — это устный перевод, который осуществляется одновременно с речью оратора. Если оратор или участник коммуникации что-то говорит в течение определенного времени, а потом переводчик в паузе его речи это переводит, это не синхронный перевод. Хотя многие считают, что это называется синхронным переводом. Вот, мне кажется, большинство людей... Звук, речь оратора поступает им в уши с помощью наушников, с помощью оборудования, а они, конечно, с небольшим запаздыванием, небольшим, у кого-то минуты, секунды-две, но, как правило, слишком сильно отставать от оратора нехорошо. Так вот, они одновременно с речью оратора выдают перевод. Наушники, плотно прилегающие хорошие наушники, нужны еще для того, чтобы переводчик не слышал свой голос, чтобы его собственный голос не забивал голос оратора, поступающий ему в уши. Обалдеть! Вот это синхронный перевод. И, конечно, при синхронном переводе очень важен автоматизм. Это как транс какой-то, ты просто сидишь и что-то говоришь. Вы знаете, я бы не сказал, что это транс, хотя, безусловно, скажем, не всегда синхронисты, скажем так, во всех деталях помнят, о чем, вернее, что именно они переводили. Они общую тему, конечно, помнят, но, скажем, двое синхронистов, пара, сменяющие друг друга, иногда, потом, в перерыве мероприятия вспоминают, кто именно переводил ту или иную фразу, и вспомнить не могут. Многое забывается. Ну, она действительно говорит о том, что эта работа все-таки на подсознание идет. Не сознание впрямую, да, работает, когда ты четко контролируешь каждое слово, а все у тебя уже идет вот по наработанной. Оперировать такими понятиями, терминами как подсознание и так далее, мы, давайте, предоставим право нейролингвистам, нейропсихологам и так далее. Существует много исследований, вплоть до того, что синхронист переводил в аппарате для МРТ, то есть МРТ производилось в момент работы, и специалисты смотрели, какие отделы мозга, какие участки мозга активируются или, наоборот, не активируются в ходе этой работы. Вывод такой. Ничего не понятно. Непонятно, как это возможно. Отлично. Вот так вот. В этом уникальность профессии. Уникальность вообще. Мне просто, я и говорю, что мне кажется, что не каждый человек на это способен. Это все-таки должны быть какие-то предрасположенности от рождения. Мы с вами, помните, заговорили про то, что почему они меняются каждые 20 минут. Есть какие-то четкие нормативы, да? Вы знаете, нормативы могут быть в международных организациях или каких-то корпоративных структурах. На самом деле, как правило, договариваются коллеги о том, как часто меняться. Конечно, накапливается усталость. Накапливается усталость. Так называемые пропуски, так называемые опущения, потери смысла нарастают. Не будем скрывать, синхронный перевод — это тот вид перевода, когда определенная доля потери смысла присутствует. Но зато это позволяет организаторам экономить время. Ведь время сокращается, может быть, не в два, но по крайней мере в полтора, в 1,7 раза при применении синхронного перевода. Так вот, накапливается некая усталость, и, конечно, меняться надо. Есть, правда, те, кто работает в одиночку и даже ратует за это, но большинство коллег все-таки и себя немного берегут, и... Ответственность делят. Делят ответственность, а главное — заботятся о том, чтобы мероприятие состоялось и все-таки работают в паре. Друзья, на телерадиоканале «Страна ФМ» продолжается наш час, называется он «Наука и технологии». У нас в гостях переводчик-синхронист, кандидат филологических наук, заведующий капитрой французского языка переводческого факультета Московского государственного лингвистического университета Евгений Максимович Солнцев. Мы продолжаем наш потрясающий, уникальный, волшебный разговор. Ну и мы сейчас вплотную подошли к тому, где же все-таки работают синхронисты, куда их приглашают, на какие мероприятия. Синхронисты работают на самых разных мероприятиях. Ну вот серьезные. Это может быть маленькое корпоративное мероприятие, обучающие семинары и так далее, но, конечно, прежде всего в нашем сознании синхронный перевод связан с крупными международными мероприятиями, в том числе особенно с теми, где много языков. Сразу среди таких мероприятий, на которых мне доводилось работать, скажем, можно отметить Всемирный фестиваль молодежи и студентов, недавно завершившийся в Сочи. Это было уникальное мероприятие по количеству, в частности, переводчиков-синхронистов и площадок, на которых синхронный перевод применялся. Там одновременно до 30 и даже больше залов было, где применялся синхронный перевод, а всего переводчиков-синхронистов там работало около 200. Я вообще не могу вспомнить другого мероприятия за последние годы в нашей стране, по крайней мере, где было бы такое количество синхронистов. Там было 6 языков, 6 языков ООН. А вот на Олимпиаде там меньше было? На Олимпиаде, на Олимпиаде в Сочи, я там тоже работал, переводчик французского языка, там было меньше синхронистов. Серьезно? Да, там было 104 человека, если я правильно помню. Правда, больше было языков, но там одновременно было меньше мероприятий, а главное, они продолжались меньше по времени. Скажем, пресс-конференция после какого-либо соревнования, после какого-либо спортивного мероприятия могла продолжаться 15 или 30 минут. Вряд ли больше. Иногда до часа. Евгений Максимович, а скажите, вот какие-то требования предъявляются к тем синхронистам, которые участвуют именно вот в таких серьезных мероприятиях? Там, в Бесу ООН, на высоком уровне, да? Опытность от трех лет. Да, да, да. Про ООН мы сейчас говорить не будем, у них свои собственные переводчики. Ну окей, Олимпиада, фестиваль, большое какое-то, да? Ну, конечно, во-первых, есть, как правило, подрядчик, компания, которая обеспечивает синхронный перевод, и она, безусловно, следит за тем, чтобы это были опытные, зарекомендовавшие себя переводчики. Кроме того, следят за тем, чтобы они действительно составляли одну команду. Очень приветствуются, когда в одну кабину попадают люди, которые друг к другу привыкли, которые давно друг с другом работают. И, конечно, оказывается некоторая лексикографическая поддержка. То есть организаторы подобных мероприятий стараются, насколько это возможно, снабдить какими-либо материалами переводчиков. Если это мероприятие, посвященное одной более-менее тематике, скажем, Олимпиады зимние, то создается большой словарь многоязычный, которым переводчики могут воспользоваться для подготовки. Для подготовки, но, конечно, не во время самого перевода. А ты это же думала, когда? Потому что нет, здесь уже что в голове есть, то и используется. Влад, а вот ты вот задавал вопрос за эфиром по поводу того, что человек сидит, сидит, переводит, тут раз, завис и подумал о своем. Да, но вот интересный случай, мне так показалось, что, допустим, вдруг ты переводишь синхронно, и вдруг понимаешь, что ты подумал о чем-то другом, ну, вдруг так, мысль пришла, да, внезапно. Ну, влюбился и подумал, да. Абсолютно. И понимаешь, что два предложения, три ты уже пропустил. Что делать в этом случае? Есть еще такой принцип, речь переводчика должна быть плавной. Если это только не какая-то всемирно-историческая какая-то ошибка, да, которую, ну, можно поправить, нужно переводить дальше. Какие-то пропущенные элементы можно потом вернуть где-нибудь в следующей фразе, если они действительно важны. Если помнишь их. Да, а еще переводчики старшего поколения учили нас так. Главное, чтобы слушатели не проснулись. Речь должна быть плавной. Но это, конечно, касается крупных, как правило, таких общественно-политических мероприятий, где зачастую некоторые доклады, некоторые выступления бывают продолжительными, и публика немножко местами засыпает. Если речь идет о бизнесе, о корпоративных мероприятиях, об обучающих семинарах, здесь, конечно, о таком речи быть не может. Ну, если люди засули, да. Они не только слушают, они сейчас будут отвечать на вопрос, а в конце дня у них будет зачет устный у обучаемых, и тоже в режиме синхронного перевода. Слушайте, а есть ли какой-то возрастной ценз? Ну, допустим, не старше стальки-то лет и, допустим, не младше стальки-то? Знаете, от человека зависит. Я знаю людей, которые уже на студенческой скамье пробуют себя в синхронном переводе. Люди, скажем, у нас в Московском государственном лингвистическом университете сейчас, вот именно сейчас, очень хорошие магистранты, студенты, скажем, второго курса магистратуры уже работают в качестве синхронных переводчиков понемногу. Что касается старших коллег, ну, были гранды, мэтры нашей профессии, которые синхронили и в 80-е, и в более старшем возрасте. Хотя, конечно, не так часто, как их более молодые коллеги. Сегодня у нас в гостях переводчик-синхронист, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой французского языка, переводческого факультета Московского государственного лингвистического университета Евгений Максимович Солнцев. Вот. Евгений Максимович, вот о чем хотел спросить. Я мысль потерял, слушайте. Ты мысль потерял, а я не потеряла. Вы вот рассказали сейчас о таких серьезных мероприятиях, на которых вам довелось поработать. А бывали какие-то, ну, не то чтобы нелепые, но совершенно какие-то прикольные места, куда вас вызвали, вы приехали и думаете, как интересно. Это совершенно необычное обстоятельство. Вы понимаете, необычные места, они скорее бывают у последовательных переводчиков, ну или у устного переводчика, который выполняет последовательный перевод. Все-таки синхронный перевод предполагает установку оборудования, хотя мне, например, доводилось переводить в кабине, которая была установлена в ложе оперного театра. За именем другого места в зале. Или, например, на теплоходе, плывущем по Москве реке с участниками Московского урбанистического форума в этом году. Ты переводишь, а мимо тебя проплывают знакомые виды нашего города. То есть там было окно в этой будке? Ну, безусловно, нет. Будка, как правило, кабина, как мы говорим, конечно, слово «будка» не очень любим. Она снабжена стеклом или окном, так, чтобы можно было видеть зал, если он перед тобой. Хотя часто это бывает закрытое пространство вдали от зала. Нет, потому что просто невозможно установить кабину в зале. Бывает и такое. Евгений Максимович, а у меня вопрос. Вы сказали, в оперном зале это было, да? Да, это было в оперном зале. Там было мероприятие, посвященное музыке, но, по сути, это было, в общем, по большому счету заседание, которое происходило просто в зале оперного театра. А вот последовательные переводчики, их, конечно, может занести в гораздо более интересные места. Да, но вот из тех мест, куда мне доводилось попадать в качестве последовательного переводчика устного, скажем, швейцарский коровник или цех алюминиевого комбината. А можно поподробнее? Да, про коровник. Ну, была одна делегация сельскохозяйственная, да, причем коровник был такой старый, традиционный, вот, в деревне высокогорной. Или, скажем, под сценой Большого театра с одной делегацией удалось побывать. Или, скажем, в бурятской юрте. Или еще в некоторых необычных местах, более или менее необычных, на кухне московского ресторана с французским поваром и так далее. Слушайте, а не приходится в таких, понятно, что вы профессионалы, и все люди, которые работают в этой сфере, тоже профессионалы, особенно в таких серьезных мероприятиях, не приходится? Ну, вот сказали про коровник, я зацеплюсь за эту тему уже. Коровы, когда мычат, извините, это не мешает? Или другая сторона медали совершенно, когда сидишь в опере, и не хочется ли посмотреть музыку, не мешает ли она вообще одним голоском? В момент нашего перевода оперного спектакля-то на сцене не было. Но, да, но, скажем, что касается различных звуков, переводчик должен быть устойчив к этому делу. Голос должен быть достаточно сильным, достаточно разборчивым и так далее. Есть определенный, конечно, элемент техники речи, который необходим. Да, вот даже в ночном клубе можете заснуть при желании, потому что для вас вот все вот эти шумы, они, вы умеете их отмести, так сказать. В идеале, да. Но к седьмому часу работы зачастую ситуация уже не очень идеальна. Слушайте, а про коровник я еще подумала. Мучение коров, это же полбеды. Ты хотя бы, ты помнишь, что такое вообще коровник? Ты когда в нем был последний раз? Валерий, я не то, что не помню, я не знаю. Не знаю, да. Я представляю себе, приходит человек в костюме, его заводят в коровник, там хотя бы резиновые сапоги бы добавили. Значит, туда мы ходили, конечно, без костюма, а в джинсах и в свитере, так что все нормально. Нормально, подготовились. Подготовка к мероприятию, она включает в себя не только знакомство с терминологией, но и разные логистические моменты. Слушайте, а бывает такое, когда переводчик-синхронист, несмотря на свой профессионализм, ну, вдруг, это же с каждым человеком бывает, как артист на сцену выходит, да, вот волнение и все, и ничего не могу с этим поделать. Вот что делать в этом случае? А мероприятие мега серьезное. Бывает разное, но для этого и нужен коллега. Глядишь, один из двоих все-таки не откажет. Более устойчивый. Да, более устойчивый. Кстати, вот мы поговорили про коллегу, про всякие навыки, давайте про оборудование поговорим. То есть синхронный перевод, в чем он нуждается, помимо светлого ума, умнейшего человека? Как я уже сказал, звукоизолированные кабины. Сейчас приемники, которые у участников мероприятия находятся, это, конечно, беспроводные приемники, соответственно, излучатель необходим. В общем, целый комплекс средств, которые развертываются на месте проведения мероприятия. Я вот, насколько знаю, раньше ведь все это оборудование, оно было очень громоздким, да, то есть там вообще подготовка была за неделю. Сейчас оборудование становится менее громоздким, более компактным. Существуют самые различные устройства, мы сейчас не будем вдаваться в детали. Есть, например, устройства, в частности, наши российские специалисты их разработали, которые позволяют переводить, осуществлять синхронный перевод в абсолютно энергонезависимом режиме, то есть автономные источники энергопитания. Так что можно хоть в пустыне, хоть на Северном полюсе теоретически развернуть зал для синхронного перевода. А еще момент такой, я просто хотела спросить. Когда ходишь на курсы автолюбителя, тебе немножко рассказывают, как машина работает. Когда вот учишься на диджее, тебе рассказывают, как работает пульт. А у вас, вот допустим, если сломалась эта машинка, вы сами там что-то подкрутить можете, или вы сразу звоните в техслужбу? Безусловно, если мероприятие серьезное, и если все организовано правильно, то технический специалист, инженер должен находиться в этом же зале, должен всегда прийти на помощь. А слушайте, а вот еще небольшая параллель с нашим родом деятельности. У нас вот в наушниках периодически нам люди умные говорят, ребята, осталось 10 секунд. А у вас есть такое, когда вам говорят в ухо, Евгений Максимович, следующий будет таким. Или там, да, пора заканчивать, там осталось 20 минут. Ну какие-то условные сигналы, по которым вы должны понять, что будет происходить дальше? Как правило, нет, мы просто слушаем ведущего, если это мероприятие действительно. А он может быть непредсказуемым? Все может быть непредсказуемым. Непредсказуемости в нашей работе вообще очень много. Опять же, устойчивость должна быть. А вот, кстати, вам легче и приятнее работать вот с человеком, который, ну, четко, грубо говоря, читает по бумаге, да, какой-то текст определенный, и там текст, ты все понимаешь, да, все предсказуемо абсолютно. Либо с каким-то, вот бывает куча, да, которых заносит, там, то влило, то непонятно, что ожидать от человека. Сленг какой-нибудь как включается, что с этим делать? Мероприятий, где читают по бумаге, вообще очень мало. А уж случаев, когда приходится переводить речь, заранее выданную тебе на бумажном носителе, вообще очень и очень мало. Конечно, спонтанная речь оратора, это то, с чем нам приходится сталкиваться постоянно. Это в порядке вещей. Это в порядке вещей, но это своего рода вызов, приходится и с этим справляться. А были такие случаи, когда все-таки вот человек говорит, а ты... Не знаешь значения этого оборота. Думаешь, зачем же он так сказал? Значит, надо как-то вывернуться. И некоторые профессиональные секреты на этот счет у нас существуют, но все я их выдавать не буду. Хитрости! Ну и хорошо. Но мы будем знать, что они есть, и нам этого достаточно. Они обязательно должны быть. Итак, друзья, наука и технологии в эфире «Страна ФМ» продолжается. Мы сегодня говорим о... О чем мы говорим? О синхронном переводе? Синхронном переводе, конечно же. В гостях у нас переводчик-синхронист, кандидат в филологический наук, заведующий кафедрой французского языка переводческого факультета Московского государственного лингвистического университета Евгений Максимович Солнцев. Мне кажется, у тебя сейчас была такая ситуация, когда, знаешь, как синхронный переводчик подвис немножечко, а потом нужно догадать... Ты угадал в какой-то момент, я понял, что я практически вот этим занимаюсь сейчас. Слушайте, ну мы остановились на такой интересной штуке, как секретики профессиональные. Вы сказали, что один секретик, вы нам откроете. Один секретик, хотя это во многом секрет Пали Шинеля, об этом многие писали, говорили и так далее. Если оратор пошутил более-менее удачно на своем языке, и при этом он ожидает бурной реакции от зала, а шутка основана на игре слов, той самой непереводимой игре слов, или каких-то элементах национальной культуры, которые не очень понятны, слушающим, в крайнем случае можно сказать, а сейчас оратор пошутил, или пошутил относительно какой-то темы, ему будет очень приятно, если вы немного посмеетесь. Серьезно? Ну, кстати, такой достаточно грамотный выход из положения, мне кажется. А бывают такие случаи, когда оратор, человек, значит, не просто пошутил, а пошутил так, как бы залу этого не хотелось. Ну, с употреблением определенных слов, может, всякое же бывает, да? С одной стороны. И вы понимаете, что как бы я-то должен это перевести, но как бы оно и не надо в этой ситуации. С одной стороны, синхронный переводчик и вообще переводчик должен передавать речь оратора, или речь, письменную речь, как можно более точно. Ну, конечно, есть различные моменты, об этом написано тоже много книг и статей. Синхронный переводчик, у которого нет времени на раздумья, который во многом действует на основе интуиции, иногда, конечно, позволяет себе некоторые моменты сглаживать. А потом, ну, по большому счету, сам несет за это ответственность. Неоднократно бывали случаи, правда, довольно давно, когда это был политический перевод в 70-е, 60-е годы, об этом тоже много написано и сказано, когда иногда за такие сглаживания переводчиков даже и хвалили, потому что некоторые сглаживания позволяли избегать международных скандалов. Слушайте, а вот вопрос, кстати, у меня возник интересный. А может быть, он глупый, но поправьте меня. Есть ли специальные, назову так, специальные люди, которые контролируют того человека, который работает? Ну, если, допустим, профессионал, ну, вот он, у него там первый, второй выход на такую работу, и как бы вот кто-то следит за тем, как все это происходит, насколько корректно и точно. Это зависит от организации мероприятия. Сразу могу сказать, что когда выступает перед публикой кто-нибудь из первых лиц государства, их, как правило, переводят на иностранные языки штатные переводчики МИД России. Ну, там уже проблем никаких не может быть. Слушайте, ну, давайте еще, знаете, о чем поговорим? Вот многие люди знают английский, там, французский язык, и они просто работают переводчиком, а сейчас они услышали наш эфир, такие, о, какая интересная профессия, может быть, а можно в зрелом возрасте сменить, так сказать, квалификации, или это уже все, либо ты с молодых ногтей все это впитывал, либо уже твоя голова задеревенела, и ты так не сможешь. Ну, не обязательно зрелый молодой человек, который тоже хорошо знает язык, переводит, да, просто текст, допустим. Вдруг он понимает, что это же мое, я хочу быть синхронистом. Я знаю немало людей, которые не имеют, строго говоря, лингвистического образования, а синхронными переводчиками работают. Хотя, в общем-то, это скорее исключение. Большинство переводчиков-синхронистов имеют лингвистическое образование. И большинство из них в той или иной степени обучалось именно синхронному переводу специально. Хотя бывают, конечно, разные случаи. У нас в Московском государственном лингвистическом университете, мы, конечно, традиционно ведущие лингвистический вуз России, мы готовим переводчиков и в рамках учебных программ специалитета, магистратуры. Кроме того, есть факультет непрерывного образования, где есть курсы, можно так сказать, повышения квалификации, где синхронистами становятся те, кто изначально переводческого образования не имеет. В общем, есть самые разные пути, самые разные стратегии, позволяющие прийти к этой профессии. Слушайте, ну а вот если человек все-таки решил выбрать вот эту стезю, вы как профессионал можете ему посоветовать на какие личные качества, особенности он должен обратить внимание, уделить им внимание? И если они у него есть, тогда ты смело можешь идти. То нужно развивать. Или наоборот, если у тебя вот этого нет, то лучше тебе заниматься другим делом. Первое. Нужно хорошо знать языки и, прежде всего, свой родной язык. Зачастую, изучая иностранные языки, обращают недостаточное внимание к личевым качествам, причем компетенциям в области своего родного языка. И свой родной язык, и свой рабочий язык, а скорее даже рабочие языки иностранные нужно знать очень хорошо. Это, безусловно, необходимо. Это абсолютные условия. И, конечно, как я уже говорил, такие качества, как физическая и психическая выносливость, как некий автоматизм, как техника речи, все это нужно развивать. Эх, какая интересная профессия у вас. Евгений Максимович, час пролетел у нас как-то очень быстро. Спасибо вам огромное за секретик в том числе, потому что, ну, я не знала, что такое. Может и вам пригодится. Может быть, хотя у меня с языками. Друзья, напомним, у нас в гостях был переводчик-синхронист, кандидат в филологических наук, заведующий кафедрой французского языка переводческого факультета Московского государственного лингвистического университета Евгений Максимович Солнцев. Потрясающе интересный разговор. Мы сегодня для себя нашли очень много нового и даже слегка задумались. Ну, я нет, у меня там есть. Спасибо большое за приглашение. Спасибо огромное. До свидания. До свидания.